Во времена Второй мировой войны Румыния была союзницей нацистской Германии и воевала против СССР. Однако в 1944 году, когда советские войска подошли к границе, король Румынии Михай I, который был в союзе с коммунистами, совершил государственный переворот, отстранив таким образом фашистов от власти. Румыния сразу же объявила войну нацистской Германии и ее союзникам и одновременно заключила союз с советами, разрешив Красной Армии свободно передвигаться по румынской территории. Благодаря этому Румыния попала в зону влияния СССР. Михай I назначает Константина Сенетеску премьером-министром Румынии, однако Сталину он не очень понравился, поэтому вместо него назначили Николая Редеску. Он пытался проводить антикоммунистическую политику, на что СССР обиделся и поэтому не хотел отдавать Трансильванию. Из-за давления коммунистической партии он вынужден был уйти в отставку. Как только должность занял Петру Гроза, Советский Союз тут же передал Трансильванию Румынии. Петру Гроза постоянно популяризировал идеи коммунизма. В 1946 году прошли выборы, на которых коммунисты одержали победу. Тогда сформировавшимся правительству показалось странным, что у коммунистов был свой король. И поэтому Михай I в 1947 году покинул страну, и одновременно с этим была провозглашена Румынская Народная Республика. В 1948 году была установлена однопартийная система, и румынская рабочая партия стала правящей в стране. Субтитры создавал DimaTorzok И уже с самого начала своего существования социалистическая Румыния отличается от остальных стран Восточной Европы. Несмотря на наличие генерального секретаря Георгия Георгию Дэш, реальной властью обладала Анна Паукер. Она проводила репрессии против оппозиции. При этом в коммунистическую партию она вербовала множество людей, среди которых были члены бывшей фашистской партии, за что ее потом будут критиковать. Журнал Time поместил ее портрет на обложке и описал ее как самую влиятельную из живущих женщин. Также она не стала сопротивляться эмиграции примерно 100 тысяч евреев в Израиль и не поддерживала принудительную коллективизацию. Анна Паукер не поддержала проект рытья между Дунаем и Черным морем, хотя идею предложил сам Сталин. Не участвовала в развязанной СССР кампании против югославского лидера Тита. Если коротко, то она постоянно дерзила Москве. Из-за таких выходок в 1953 году ее арестовали и обвинили в сионистской деятельности, а в дальнейшем и в сталинизме. Однако Паукер была освобождена из тюрьмы благодаря заступничеству Вячеслава Молотова, но в политику она не смогла вернуться. Таким образом, Георгий Георгио Дэш наконец-таки смог стать реальным лидером государства. В это время в самой Румынии с прихода Компартии происходит национализация всех предприятий. Была проведена по советской модели коллективизация и индустриализация. В это время также активно развивается промышленность, благодаря чему она поднялась на новый уровень. Государство вкладывает в химическую, металлургическую и энергетическую промышленность. Во внешней политике Румыния состояла в Совете экономической взаимопомощи, как и почти все восточные европейские страны. В 1953 году умирает Сталин, и к власти приходит Никита Хрущев, который создает Варшавский договор, и Румыния по умолчанию в него входит. Георгий Георгио Дэш начинает бесить Никита Хрущев своими реформами, поэтому он принял решение, что Румыния должна быть как можно более независимой от СССР. В это же время происходит Венгерское восстание 1956 года, в котором Советы вынуждены были ввести войска в столицу Венгрии Будапешт, дабы подавить восстание. Из-за этого имидж Советского Союза был крайне негативным, а вывод светских войск из Румынии, возможно, мог бы немножечко исправить это положение. А сейчас немножко отвлечемся и вернемся назад. После Второй мировой войны Австрия была оккупирована американцами, британцами и советами, так как она ранее была частью Третьего Рейха. Одна из причин, почему советские войска находились в Румынии, так это для поддержки связи с войсками в Австрии. В 1955 году была принята Декларация о независимости Австрии, и поэтому все иностранные войска были выведены за пределы Австрии. Следовательно, советское военное присутствие в Румынии после 1955 года уже не имело под собой оснований. Также важно отметить, что Румыния не граничивала с капиталистическими странами, ее окружали исключительно социалистические государства. Но если, конечно, не считать злых ревизионистов из Югославии, которые к тому времени уже не считались такими злыми и ревизионистскими. Благодаря всем вышеперечисленным аргументам, а также советско-румынским переговорам, румынское руководство добилось того, что в 1958 году советские войска были выведены за территорию Народной Республики Румынии. Для Румынии это было очень важным событием, так как после этого Хрущев не мог давить на Георгия Георгию Дэша и на всю румынское руководство своими дурацкими реформами. Именно поэтому Народная Республика Румыния проводила осторожную либерализацию режима и десталинизацию позже всех остальных стран Варшавского договора. Также были установлены дипломатические отношения со многими странами Запада. В 1959-60-х годах было заключено специальное соглашение с Францией, Великобританией и США, которые позволяли Румынии проникнуть на западные европейские рынки. В 1965-м году Георгий Георгию Дэш умирает. Кандидатов, которые метили на должность генсека, было трое. Ион Георгий Маурер, Георгий Апостол, Киво Стойко. Так бы не создавать внутрипартийную борьбу, кандидаты говорились о том, что генеральным секретарем будет компромиссная фигура. В итоге лидером Народной Республики Румынии стал человек, ради которого большинство смотрит это видео. Я уверен, большинство зрителей с нетерпением ждали этого момента. Дамы и господа, представляю вам самого жестокого и дружелюбного, кровавого и миролюбивого диктатора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова